Мы с вами пропели, что наш Христос, Он наш, Он пришел в нашу жизнь, Он послился в сердцах наших, и Он сегодня там соблюдает нас ко дню спасения, ведет нас по этому пути, оберегает нас от церкова зла, которая в нашу жизнь, может быть, приходит, как-то утешает нас, когда в каких-то трудностях мы с вами находимся, и мы за это очень благодарны нашему Господу, что мы не оставлены с вами, но что Он с нами. И это и самое ценное, что может человек на этой земле иметь, иметь Господа, близость к Господу, Духа Святого. И вот исполняются слова Божии для нас с вами, о которых Иисус Христос однажды сказал, что придет время, когда и не на Горесии, и не в Иерусалиме вы будете собираться, будете поклоняться Отцу, иногда будете поклоняться в Духе и Истине. Вот мы с вами сегодня собрались на этом месте, чтобы поклониться нашему Отцу в Духе и Истине. По тому слову, как написано в Библии, и в том Духе, который поселился в наших сердцах, мы сегодня с вами будем еще освящаться, будем еще приходить пред Господом в этой молитве, чтобы Господь нас с вами убрал все нехорошее, может быть, из наших сердец, в чем мы, может быть, где-то не таковы еще. Мы это видим с вами, но мы себя судим, каемся пред Господом. И Господь, Он принимает такие сердца, принимает такие сердца, которые видят себя, которые приходят пред Ним, приносят пред Ним вот этот подарок, может быть, иногда в кавычках подарок такой, и говорят, Господи, вот такое у меня может быть сегодня сердце, и тут еще может быть не таков, но я Твой Господь, и я стараюсь держаться Тебя, я стараюсь идти за Тобой, Господи, пусть я такой несовершенный, такой слабый, но я Твой Господь. И Господь у нас с вами любит. Любит, храни, бережет нас, ведет по этому пути. Мы зато очень благодарны Ему. Перед нашей молитвой, перед тем, как мы будем с вами молиться и искать Реца Божьего, призывать Божие благословения на это собрание, я зачитаю из 65-го псалма такие слова с 1-го стиха, 65-й псалом с 1-го стиха, начальнику хора песни. И вот можно задать вопрос, зачем об этом Господу говорить? Неужели Он сам не знает, какой Он? Неужели Он сам не помнит дела свои? Он еще лучше нас с вами эти дела знает, помнит. И в Библии только часть этих дел написана. Но Господь гораздо больше и больше сотворил того, что мы, может быть, даже вообще с вами не знаем, или, может быть, забыли. Зачем об этом Господу напоминать? Зачем, как Слово Божие говорит, говорить Ему об этом? Для Господа очень важно, чтобы каждый из нас, Он мог Господу сказать то, что Он думает о Нем. А что мы с вами думаем о Господу? Мы думаем о том, какой Он великий, какой Он всемогущий, какой Он любящий. Столько миллионов людей, миллиардов жил на этой земле и живет, может быть, но Господь нас почему-то избрал. Почему-то Он изменил наш разум, изменил наше сердце и изменил так, что мы с вами поняли, что это наш Господь, что у меня нет другого пути. Я не хочу идти другим путем, да меня этот путь ценен. Он нужен мне, этот путь, путь за Господом, Его Царством. Нет другого пути. Иисус Христос говорит, я есть путь истины и жизни. Иисус Христос, Он есть этот путь. Слава Господу. И дальше написано, по множеству силы Твоих покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. «Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над ценами человеческими. Он превратил море в сушу, через реку перешли стопами. Там веселились мы о Нем. Могуществом Своим владычествует Он вечно. Очень Его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу Ему». И вот мы с вами будем сегодня вспоминать о великих делах Божьих. Братья сегодня будут проповедовать. Мы будем сегодня с вами петь. Мы будем сегодня молиться. И мы будем вспоминать о великих делах Божьих. И понимать, что тот же Бог, который перевел израильский народ через эти воды этого моря, как по суше, Он же сегодня так же и в нашей жизни сегодня действует. Он сегодня так же хочет, чтобы мы с вами шли через эти воды этого мира, может быть, как по суше. Чтобы мы с вами не смущались. Чтобы мы с вами всегда укреплялись надеждой и верой на нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому мы сейчас с вами склонимся и будем молиться и призывать Божие благословения на наши сердца и на это собрание народа Божия.